За несколько месяцев ТАРП, который мы стелили на крыше, полностью от солнца пропал. Сколько месяцев прошло, Женя, как мы положили? Подожди, мы тогда были в марте, марс, апрель, май, университет, октябрь, ноябрь. Да не может быть, что, 9 месяцев? Да не может быть такого. Женя, мы же в марте были? Или в мае? Не, по-моему, мы в мае были. Ну, ты же помнишь, когда ты участвовал? Ну, что-то да, в конце весны. А? В конце весны. В конце весны, ты помнишь, каком месяце? Ну, не помню уже. Не, ну, во всяком случае за несколько месяцев, то есть тоже это за один сезон, считай, что вот так вот ветер его разорвал, мы же ничего не трогали. Ну, это не ветры проблема, это проблема, что сам ТАРП сгнил от солнца. Да, не, но потом еще и ветром порвал. Ну, здесь он все равно, видишь, не нужен, потому что здесь, оказывается, не текло. Текло вообще где-то в другом. То есть сильный ветер... Да, результат нашего накрытия надо же было показать. Всем привет! Да, последний день перед отъездом Жени. Срочная помощь ему, чтобы все закрыть. Так, тут маленькая протечка была в ванной комнате. Мы по-быстрому, временно, тоже все это заделываем. Тем, чем есть. Натянуть она, Женя, подожди. Что, подожди? Натянуть. Давай вот эту фигню. Сейчас я открою. Сейчас я открою. Подожди, на край нельзя остановиться. Спасибо. Отлично. Не, ну вот эта фигня, она будет дольше держать, чем ТАРП. Не, ну это, во-первых, она белая. И поэтому... Ну да. Тут проблема не в том, что мы делали, а тут проблема в самой ТАРПе. Да, ТАРП дороже и хуже. Почему вот эта дороже? Да, но сколько здесь метров? Это ты видишь ДТАРП? ДТАРП, это Хауздрав. Хауздрав, вот этот белый. Да. Ну так, 600 кф это вся крыша. Здесь внутренняя, 64 кф, 3 кф. А, ну да. Большая крыша. Да, крышу по-хорошему полностью все разобраться, драть вместе с утеплителем, да. И мексиканцы все это сделают за месяц, да. В новую крышу. Ну да. Так а сколько же будет стоить это все? Убрать и новую сделать. 20 тысяч долларов, да. 25. Ну да. Так зато будет новая крыша на 15 лет. Гарантия. Девольт компрессор, только что испытываем его, первое испытание. Работает отлично, как часы. Не, а хорошо работает, да, компрессор? Да. Подошел из-за дешевых. Ну да. Давай, давай. Так, подожди, давай лучше там берем этот конец. Ага. На самом экране нельзя остановиться. Обвалиться. Сейчас. Уже дождь капает. Не успеваем. Женя, дождь пошел. Тут крыша не доделана. Завтра Женя уже уезжать. Все надо успеть сделать сегодня. И крышу накрыть, и здесь крышу доделать. Все. Кончилась пленка. Надо ехать за новой. А? Нет, пленки нет. Слушай, а это... Вы же уже ванну накрыли или нет? Ванну же мы накрыли уже. Нет. Ванну же мы накрыли уже. Нет. Ну а больше нигде не текло. А, дай пленку, есть скотч. Пожалуйста, вот тут карни закинуть. Ну, готово СБ кусок. А, то СБ просто кидай. И серым корицей в той же. Там лежит скотч круглый. Вот что я взял. Ой. Осторожно. Нам не хватало здесь погибнуть еще. Мэйн стрит, как всегда, озевленная. Главная улица. Так, прицеп. Очень хороший склад наших вещей. Все, пошел дождь. Отмотать временно пока так. Вот здесь сильные ветра бывают. Именно в этом месте и протекало. Это, так называемый, басрум фэн. Вытяжка. Вот здесь, Женя, смотри, дыра какая. Я не вижу. Здесь тоже. Громадная. Блин, ну этот скотч, он да ни хрена и не дел. Ну, на время пойдет. А нафиг отвалится весь. Они не будут держать временно. Какое-то. Четко. Что-то мне кажется, что он тут ни хрена не держит. Да просто опилки попадаются. Будет же, надо прижимать хорошо. Блин, ну я надеюсь, что это та дыра. Да та та. Оно был мягкий фрейминг под ним. То есть рамная конструкция взняла. Нет, это кольцо отожми. Тут же есть кольцо. Вот это. Нет. Нет. Я же говорю, не идет. Вот здесь смотри, видишь, вот так. Заклинило. Ты просто сильнее нажми. Наверное, под давлением. Ну да. А, я понял. Надо воздух из шланга спустить. А, давай. Все, компресс оправдал себе. Двольт. Сколько вам? 100? Это с пистолетом. 150 долларов, да? 179. 179. Набор. У меня 159. Я уже не купил. Не, по-моему, 159. Компрессор, шланг и пистолет. Финиш нейлер. Двольт тоже. Тоже Двольт. Для штапиков подбивать такое. Да, пистолет хороший. Ну да. Новый. Все. Закрытие сезона крыши. Все остальное так и остается. А что делать? Главное, здесь только текло. А остальные места, они не протекали. Поэтому так пока остается. Все равно Женя приедет уже в марте, в мае. Да, дай Бог. Как получится. Может, нет. Ну еще же у тебя есть каникулы. Сохранились. Может, и раньше не знали. Ну да. У соседней все сделано. Это все дома под коммерческое использование. Бизнес у людей. Таблички, рекламные счеты. Все собираемся. Все собираемся. Так, сегодня на Тойоту пришли номера. Передний номер не нужен. По правилам штата Северная Каролина. Ну, сзади все уже. Номер есть. Но, опять-таки, его надо будет менять на... Это Вашингтонский номер. Это номер Северной Каролины. Но они мне вернули 70 долларов. Тойота Центр. То есть, 70 долларов это стоимость номеров? Да, самих? Нет. Из-за номера не могли деньги вернуть. Скорее всего, за стикер. Ага. Ну, хорошо, пусть будут. Потом все заменю. На новые номера. Страховка новая. Номера новая. И драйвер лайсенс. Все должно быть новое. Да. Ты же мог номер со своим именем купить. Что я купил? Со своим именем? Макс, да. Да. Здесь можно купить. Здесь куплю, да. А, доплатить надо, да? 200 долларов. 200 долларов. Ага. На выбор. Да куда все будут знать меня? Ну, а что? Вы знаете? Ну. Нет, так они пока его изготовят. Да, изготавливаются по стандартам. Да. Ну да, почему бы и нет. Посмотрим. Дальше типы там закажешь. Может свой год рождения. Макс. По-моему 6 или 7 типов. Или просто Макс. Нет. Нельзя? Скорее всего будет занят. А, заняты будут кем-то. Поэтому надо с чем-то будет комбинировать. Потому что эти номера не только этого штата, да? Нет. Только этого штата. А, только этого штата. Ну кто-то может уже есть. Наверняка есть. Ездит. Да посмотрим. 200 долларов тоже на дороге не валяются. Потому что все будут знать, что это Макс едет. Да. Даже те, которые не знают меня. Посмотрим. Так, все. У Жени мы сезон закрываем. У Жени закрываем, да. На прорыве сегодня. Да. Завтра утром он уже все. Отчаливается. На самолет его садим. На свой асик. Да. Пока он все-таки не местный. Это мы местные уже, да? Да. Это мы резиденты. А он пока такой турист. Хотя у него тут... Он да. У нас это дачник. Хотя у него бешеное количество домов уже скопилось. Все. Женя, смотри. На каждом дереве наклеил private property. Желто-красный. Это потому что у него тут охотники повадились. А этих мин он еще не поставил, если кто вошел. Осторожно мины. Да. Ну да. Нет. Тут у него будет второй дом. Все это будет сдаваться под офис IT-компаний. Да? Не знаю, не знаю. Ну почему? Место-то хорошее. Место отличное. Три-четыре тысячи долларов. А может и пять. А может и пять. В месяц аренда. Все, уже реклама пошла от офиса. Он скоро открывается. Осталось чуть-чуть. Да, осталось чуть-чуть. Тенег закачать сюда и лучше не надо. Ну да. Крыша 20 тысяч. Внутренняя отделка 20-25. Внутренняя не нужна. А как внутренние? Эпсокартоны? Ничего не надо. Арендаторы сами подсветают. Арендаторы сами подсветают. То есть 20 тысяч долларов и будет приносить прибыль. 3-4-5. Нет, это же не все. Нет пандусы для инвалидов. Тойлеты надо адаптировать. А, ну да. Чтобы инвалидов их адаптировать. Потом надо парковку насыпать. А, парковка сейчас трава. Надо снять грунт. Надо положить геотекстиль, насыпать хотя бы щебенки. Хотя бы щебенки. Вот где есть просыпанный, здесь твердый. Ага. Ага. Ну да, здесь щебень мелкий, но есть. Ну да. Трава через него растет, но это твердый, но не проваливается. Ну да. Там все проваливается. Ну вот щебень. Вот. А косточки сделать. Тут немножко начатный дизайн. Ага. Поправить этот самый, как он называется. Этот. Этот. Что? Ну в общем. Кроуспейс, короче, поправить. Ага. Ну тысяч тридцать пять и будет в работе. Ну, пятьдесят с запасом. Пятьдесят тысяч. И все будет работать. Женя, так что не так уже много. Да. Все это толкосто. Нет. Так это за счетом люди все будут делать. Не женишь сам. Правильно. Все. Крышу сделают. А ладно, сам все сделаю. Ну да. Ты сам, по-моему, она очень много сэкономит. Ну, я о чем говорил. В день здесь все время не полно. Экономия большая. Ну да. Тысяч двадцать сэкономить можно будет. Да. Ну что? Временную трансу. Зато вот этот дурак все берем. Пошли быстро соберем его. Пошли быстро соберем его. Поехали. Переколонить. Часто ничего не изучал. Нет. Я не изучал, но там ничего такого, я думаю. Нет сложного. Да. Надо ехать по веселее в Томбисло. Так. Сейчас надо. Где шуруповерт, Макс? Где шуруповерт? А где его хватит за несколько. Сейчас. Значит, вот эти вот везде, да? Угу. Нам надо было протягивать шайбочки эти, гаечки. С одной стороны держать. И так через одну, да они? А, через две. Они по верху. Подожди. Вот. Подожди. Здесь. Через две. Нет, они идут по стыкам. Где стык листа. А, по стыкам вот стык. Да, да, да. Стык листа. Я понял. Ну да, они соединяют два листа. Ну все такое хлипенькое. Ну а что делать? Оно когда скрутится будет пожёстче. Ну да, будет пожёстче. В принципе, вот наши рафтерс называемые. Стропила как бы. Ну все металл это хорошо. То есть термиты уже не съедят. Термиты не съедят. Но металл настолько тонкий, что надо очень с ним делать аккуратно. Надо все так его красить по хорошему. Не царапать. Вторым слоем по верху. Снаружи. Ну пока первое время и так пойдет. Да. Но главное не успеешь наргнуть, как он сржавеет. Да. И сейчас он просто стоит. Но от ветров надо будет вот через металл сюда куда-то. Да, да. Надо засаморезить сейчас. А, ну здесь дверь ездит, да? Это салазки для дверей. Да. Надо смотреть еще где можно. Ну да. То есть. Вот здесь, допустим, есть отверстие. То есть все это надо кирпичом. Да, где пустые есть отверстие надо кирпичом. Так, подожди. Женя тут цемент положил или что? Нет, это вот. Стреснул. А. А он просто положил. Ну и так они не полые. Они будут держать. Да, они очень плотно стоят. Да. Не улетит. Ну да. Что это такое? Крыша? Ага. Ага. Так, а вот сейчас надо осторожно, чтобы не поцарапать верхний слой краски. Да, надо не царапать. Ну уже все. Поцарапан. Так, есть шуруповерт? Да, да. Ну там он, в принципе, не нужен. Так, есть шуруповерт. Нужно отверстие. Подожди, а вот эта вот пленка в конце? Ага. Не надо. Я понял. Конек. Все, вот смотри, отверстие сошлось, Женя. А, смотри, нет, пока рано надо вот тут закрутить. Кого? А потом он будет недоступен. Еще один болт? Нет. Ага, болты вот на таких пластиковых шайбочках. Нишланов, первый ключ вот я принял. Ну, смотри, подержи вот этот вот, я его сейчас наружу закручу. Не спеши. Тут только вдвоем надо все делать. Один человек держит, второй закручивает. Держишь? Да, 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 еще держим. Все, обжалось. Не добавляешь, вот эта пластиковая херня лопается. Ммм, шайба пластиковая. Да, если ты видишь, она уже начала, короче, пучиться, все, на этом останавливаешься. Ну да, деформироваться. Отвертка хорошая. Здесь все нормально. Милолки. То, что мы покупали наборы. Нет, все остальное здесь уже, ну, профессионалы же должны профессиональным инструментом пользоваться. Да. А мы же профессионалы. Хуже. Или нет. Хуже. Слушай, ну там даже не нужен шуруповер. На, потому что там буквально пару оборотов. Макс, иди. Ага, давай. Так, по наружу. Подтягиваем все. А, ну это затянутый. Я вижу шайбочка деформирована. Ага. Подожди, здесь тоже шайба деформирована уже. Все, давай попускай. Следующий, да. Следующий тоже шайба деформирована. Вот этот вот здесь. Давай, давай. 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 Давай, следующий. Чуть-чуть совсем. Где? А, вот здесь внизу. А, вот здесь внизу, да? Мы по серединке. Я понял, да. Держишь? Ну, все, все, она деформировалась. Давай следующий рядом. Не, рядом, рядом, рядом. Рядом это самое. Он не закрученный. Это самое. Ты держишь? Я не держу, я не знаю, как это будет. Ну, ладно. Ну, вот рядом следующий с соединением. Там есть саморезы. Там есть саморезы. Там есть саморезы. А, вот здесь еще саморезы. А. Ага. Ну, давай, вот я вижу, да. Не, ну, все. Давай угловой. Чего там есть? Давай угловой, да. Держишь? Да. Блин, оно не крутится ничего. Крутится. Крутится? Да. Это у меня проворачивает. Не крути, крути. Сейчас. В общем, такие вот недорогие, как бы, помещения под склад. Их очень, как бы, неудобно и тяжело собирать. Надо вдвоем. И все такое хлипкое. Легче из дерева сделать фреймельцевому, чем с такого метода. Все очень хлипкое. Давай сверлом просверлим новую дырку, да и все. Ну, ладно. Это пока не надо. Надо их, блин. В общем, да. Лучше из ТУБФО сделать, а зашить его ссадингом каким-нибудь простейшей крышей, чем мучиться с таким металлом. Все. Закрытие сезона. Васька где-то там. Он любит по трейлерам. Лазить. Вася, ты там живой? Да? Тебе там нравится? Да, очень хорошо. Всем удачи, хорошего настроения. Все будет хорошо. Жизнь только начинается. Вася. 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 Вася.